Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Во время Оно влез Иисус в корабль, преди и прииди во свой град. И се принесоши ему расслаблено, жилами, на одре лежаща. И, видев Иисус веру их, рече расслабленному, дерзай, чадо, отпущаются тигриси твои, и сенецы от книжник реша в себе. Сей хулит, и, видев Иисус помышления их рече, скую вы мыслите, лукавая в сердцах своих, чтобы есть удобрее. Речи, отпущаются тигриси, или речи, восстани и ходи. Надо увести, яка власть имать сын человеческий на земли отпущать и грехи. Тогда глагола расслабленному, восстани, возьми твой одр, и иди в дом твой. И восстав в зем одр свой, и иди в дом свой. Видевши же народе чудишися, и прославиша Бога, давшего власть такову человекам. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня воскресенье, 4 августа. В этот день церковь предлагает для нас евангельское чтение от Матфея, 9 глава, с 1 по 8 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус в веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам». Итак, такое евангельское чудо, описание этого чуда, слышим мы сегодня в день воскресный. Удивительное событие, о котором повествует нам евангелист Матфей, слышим мы сегодня. Итак, Христос исцеляет расслабленного. Расслабленным здесь называется человек, по-видимому, который находился в состоянии паралича. Расслабленный, то есть параличи. И так, естественно, такой человек сам не мог даже передвигаться, испытывал невероятные боли. И вот его друзья приносят его ко Христу. В этом чуде евангельском, описываем и слышим нами сегодня, содержится ряд очень важных и глубоких евангельских тем и смыслов. Итак, стоит обратить нам внимание на некоторую деталь, которая есть в Евангелии от Марка. Ибо и в нем тоже мы можем прочитать описываемое чудо, которое слышим сегодня, исцеление расслабленного. Евангелист Марк говорит о том, что народа вокруг Христа было столько много, что люди, которые принесли расслабленного, чтобы поднести его ко Христу, вынуждены были забраться на крышу, разобрать часть крыши и спустить ко Христу расслабленного. Вот это евангелист Матфей упускает, но это очень существенная деталь. Часто нам в нашей жизни необходимо не столько к Богу подняться, не столько подниматься к Богу, сколько мы должны к Богу спуститься, чтобы спуститься к Нему. Но часто это случается так, что мы сами не можем, и для этого требуется помощь наших близких. Господь ждет нас здесь на земле. Он не витает где-то в небесных облаках и замках, в области нашей мечты и так далее. Господь обитает здесь среди нас, среди наших скорбей и нужд, среди наших печалей, среди наших обид и болезней. Вот среди этого находится Господь. И вот рядом с этим есть Господь. И поэтому часто нам с нашей скорбью не надо искать где-то в заоблачных местах Бога. Нам надо, мы можем увидеть Его среди себя здесь, рядом и близко. Ибо Господь рядом с нами. Вот это очень интересный момент, который важно нам понять каждому из нас. И христианину, или человеку, стремящемуся к Богу, ищущему Его где-то совершенно в далеких местах. Итак, ко Христу приводят, приносят расслабленного, спускают его с крыши. Здесь, конечно же, Господь видит веру этих людей. Понятно, что сам расслабленный вряд ли мог сказать какое-то слово, но люди, окружавшие Его, любящие этого человека, по-видимому, особенно переживали за Него. И здесь они, по-видимому, уповали только на милость Господа, на милость Христа, что Он может исцелить их близкого родного человека. Они приносят к Нему своего друга, брата, своего близкого и родного для них. И здесь Господь совершает это чудо. Но вместе с тем видим небольшой диалог Христа с книжниками, которые также находились здесь и видели это чудо. Итак, Господь говорит расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Но книжники рассуждают в своем сердце так, что он богохульствует. Ведь человек не может прощать грехи, а значит, он именует вновь себя Богом, называет себя Богом. А это и есть богохульство. По их взглядам, это, естественно, ни в какие рамки не может быть втиснуто. Это богохульство. Но Господь видит их сердце и говорит для них, зачем вы помышляете так? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или сказать встань и ходи? Встань и ходи. То есть мы здесь должны увидеть, опять же, одну очень важную глубокую мысль. Господь говорит, что проще сказать? Прощаются тебе грехи или встань и ходи? И дальше говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, я говорю вам, я говорю ему, встань и ходи. То есть, естественно, нет ничего, мы не можем сказать человеку ни о прощении его грехов, ни о исцелении его слова. Потому что это все может совершить только Бог. Но вместе с тем мы здесь должны увидеть глубокую связь между грехом и тем состоянием человека, в котором он находится. Ведь грех повергает человека в состояние и приводит его к состоянию смерти, погибели. Но вместе с тем, болезнь также может являться и следствием греха. Поэтому Господь говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, я говорю, встань и ходи. И тот, взяв постель свою, пошел в дом свой. Народ же видел это, удивился и прославил Бога, давшему такую власть человеку. И так, действительно, вот в этом евангельском чуде мы видим ряд очень глубоких смыслов. Во-первых, вера. Вера тех людей, которые приносят его. Вера этих людей, которые видят, эту веру, которую видит Господь. Ведь он по вере этих людей совершает исцеление над больным. С другой стороны, мы видим глубокую и глубинную связь между грехом и болезнью. Понятно, что не всякая болезнь дается человеку по греху. И это мы с вами можем ярко увидеть на примере книги Иова, где праведник терпит скорбь. Но вместе с тем, чаще случается, что болезнь есть как результат нашего греха. Ибо грех поражает не только наше внутреннее существо, но и внешнее. Поэтому вот это мы должны, конечно же, помнить. Господь волен прощать нам грехи и волен отпускать наши грехи. Господь может и исцелить нас. Но для этого нужна наша крепкая вера. Об этом мы в Евангелии от Матфея уже слышали и читали. Когда речь шла об исцелении кровоточивой, об воскрешении дочери Иаира. И многие другие чудеса, которые совершает Господь по вере. По вере нашей мы можем получить избавление и исцеление от своих грехов. Можем получить избавление от скорби, избавление от болезней. Но для этого нужна наша вера. Это тот фундамент, краеугольный камень, на котором выстраивается все наше отношение и общение с Богом. Искренняя, твердая и глубокая вера во Христа, избавителя и спасителя нашего. Такое Евангелие сегодня мы слышим с вами, дорогие братья и сестры. Сегодня мы читали с вами Евангелие от Матфея, 9 глава, с 1 по 8 стих. Ну а я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч. Храни вас Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!